Здравствуйте, уважаемые телезрители! Снова в эфире телеканала «Октюбе» программа «Сделано в Казахстане». Наша Октюбинская область богата на производство в самых разных отраслях. Мы расскажем вам как о крупных компаниях, так и о начинающих предпринимателях. И первый выпуск программы мы решили посвятить профессионалам в сфере легкой промышленности. Тем, кто добился успеха и чье имя знают не только в нашем регионе, но и по всему Казахстану. В областном центре находится одна из самых крупных фабрик по производству спецодежды. То «Глобал Спецодежда» уже более двух десятилетий занимается разработкой и производством специализированных моделей одежды для разных отраслей. От горнодобывающей до ресторанного бизнеса. Компания «Глобал Спецодежда» работает с 2000 года. Специализируется на разработке и пошивом спецодежды. Я бы хотела отметить, мы начинали с маленького цеха. В сегодняшний день уже у нас 5 цехов по городу, в Актюбинской области. В 2020 году у нас открылась крупная фабрика, где сейчас имеется современное оборудование, современные технологии по разработке более таких серьезных моделей в области нефтяников, горной промышленности, металлургии и всех отраслей. Производство «Глобал» имеет современное оборудование ведущих мировых производителей Японии, Китая, Германии, благодаря которому производит качественную спецодежду, увеличивает выпуск продукции в минимальные сроки. Мощность фабрики составляет 1 миллион 200 тысяч изделий в год. Основная и главная цель компании – эффективное обеспечение безопасности на предприятиях заказчика путем разработки и изготовления качественной и экологичной специализированной одежды, соблюдая все технические требования заказчика и сроки поставки. Разработкой моделей занимаются профессиональные конструкторы. Нам предоставляется эскиз и технические условия заказчика на разработку модели. Вот согласно эскизу построена вот такая вот модель, сейчас ее увеличу, построена такая модель в компьютере. Вот, потом эта модель вот разбивается на детали, потом задается градация обязательно, потому что указывается размерный ряд и размерный рост. Сейчас здесь, ну, прям две минуты, если я прям покажу. Вот, вот эта градация создана. Здесь забиты все размеры и роста. Когда мне надо, допустим, вынести модель на плоттер или на автоматизированный раскроенный комплекс, я делаю раскладку. Вот, допустим, я забила, вот, размер мне надо 58, 176. Вот здесь это все забито, вот в этой градации. Ну, в общем, я набираю любой модель, размер, который мне надо забить, ну, разложить. Мне компьютер уже, вот, представляет детали этого размера и роста. Ошибки быть не может, абсолютно никакой. И вот я делаю раскладку. И вот, допустим, вот, конечная раскладка. Вот, эту модель я разложила для того, чтобы распечатать, если надо, единичный, там, 1, 2, 3, вот сюда на плоттер или на автоматизированный раскроенный комплекс. Вот эту вот раскладку, потом я переношу это все туда. Со слов специалистов, разработка одной модели зависит от сложности изделия, но в целом не больше суток. Далее изделие попадает в руки закройщиц и швей. По логаритму работы у нас на предприятии очень много участков. Начиная с закройного участка и заканчивается уже влажно-тепловой обработкой и контролерами ОТК. Вот эту работу я с вечера планирую, собираю планерку, распределяю по участкам мастеров и сразу же ставится план работы на день. Вот, с этого плана мы и начинаем работать. Что входит у меня? В первую очередь, это организация рабочего места, организация, загрузка бригад. В каждой бригаде по 30-32 человек у нас работают по этапам, по технологическому процессу. В каждой бригаде распределены рабочие места и операции. Значит, все рабочие у нас сидят уже каждый по две операции на своих рабочих местах. В каждой бригаде стоит план на день. Это где-то в пределах 350 единиц в день план. Общий выход плана у нас 700-800 единиц в день. Шьем несколько моделей. Где-то в процессе у нас 5-6 моделей. Это 8 швейных бригад, которые вот именно работают у нас. 4 потока первой и 4 потока второй смены. Вот сейчас в этом зале у нас 4 бригады. И пятый участок – это учебно-производственный комплекс, где проходят практику студенты Актюбинского колледжа сервиса. На сегодняшний день на предприятии трудятся более 200 швей. Часть из них – это женщины из социально уязвимых слоев населения, многодетные мамы и люди с ограниченными возможностями. Попав сюда, они получают не только работу, знания, стабильный заработок, но и добрые отношения. Еркигуль Айдаркулова – инвалид третьей группы. Одна воспитывает троих детей. Долгое время не могла найти работу. Куда бы Актюбинка ни пошла, слышала одну и ту же фразу – «С одной рукой мы вас не можем взять». И лишь здесь, на фабрике, были рады ее приходу. Надежда Александровна приняла меня на работу без раздумий. Сначала я прошла здесь трехмесячные курсы, потом уже трудоустроилась. Работаю уже второй год номеровщицей. Работа не тяжелая, мне очень нравится. Коллектив хороший. Помимо оклада получаем премии. Благодаря этой работе воспитываю троих детей. Очень за все благодарна. На базе предприятия действует учебно-производственный комплекс «Надежда», который создан при содействии региональной палаты предпринимателей по программе развития продуктивной занятости. Обучение на краткосрочных курсах в первую очередь рассчитано для безработных граждан, людей с ограниченными возможностями. Производственный комплекс учебный открыт у нас несколько лет назад, около четырех лет функционирует, где ведется подготовка кадров. Центр занятости нам присылает безработных женщин. Они осваивают профессию швея. Помимо того, что они проходят у нас обучение в учебном центре, у них есть возможность развиваться в нашей фабрике. Также у нас есть сотрудники, которые швеи у нас уже работают бригадирами, технологами, конструкторами. То есть здесь у нас предусмотрены все условия. Если человек хочет дальше развиваться, мы ему предоставляем. До того, что они даже проходят у нас в Алма-Ате обучение, в Москве обучение, в Нур-Султане обучение проходят. Мы даем им возможности такие. По просьбе руководства МИРИМ, Центр адаптации у нас в Актюбинской области находится, в котором аналогов нет на сегодняшний день, мы открыли производственный тоже комплекс там, где дети, проживающие там, могут пройти обучение за счет компании нашей и работать. То есть все практически 100% трудоустроены после обучения и получают приличную зарплату на сегодняшний день. При открытии учебного центра первая группа была около 50 человек, где процентов 60 работают на нашем предприятии и очень отрадно видеть их сейчас уже такими специалистами, высокополифицированными. На сегодняшний день выпущены 10 групп. Это 250 выпускников, 80% из которых трудоустроены на швейном производстве. Я сама детством мечтала шить что-то. Ну, куком платье шила. И сама выбрала это. Ах, выбрала, а к тебе сели скотч. Там училась 3 года, окончила и пришла сюда работать. Я работаю здесь уже 2 года и довольна своим выбором. Я работаю, мне здесь нравится. Люди, моя компания очень славная. Обеспечили всем. Обычная одежда, может сказать, простой, но спецодежда, у нее много деталей, чтобы рабочим было удобно с ними работать. Машинки новые, люди хорошие. Работа всегда при нас. Зарплата у меня хорошая. Ну, в начале, конечно, было меньше, но с каждым месяцем росла, росла, и теперь я зарабатываю намного больше, чем рассчитывала. Компания занимается разработкой новых учебных программ в области подготовки кадров. Совместно с Актюбинским колледжем сервиса и колледжем для детей с нарушением слуха реализует дуальное обучение с элементами наставничества, прохождение практики на предприятии на безвозмездной основе. На сегодняшний день на бесплатной основе прошли практику 220 учащихся, 60% из которых трудоустроены. Мы тут проходим практику уже со второго курса. С третьего курса мы уже начинаем серьезно так относиться, мы уже шьем изделия, а на втором курсе мы просто изучали. Образование здесь хорошее. Тут все мастера нам помогают, стараются как-то поддержать. Мы учим с ними азы, именно мы когда, например, проходим теорию в колледже, но здесь мы прям практику проходим с нуля. Также тут очень хорошая обстановка для практики, здесь машины хорошие. Если в каких-то там ателье, ну, можно сказать, в колледже, там просто такие машины, ну, которые шумные, которые опасно используются, здесь они тихие и они новые. Мы научились уже сшивать изделия, стачивать, оверложить, научились делать кокетки, пришивать карманы, научились работать на синтепоне, научились шить куртки, также работать с вышивальной машиной, можно так сказать. Изделия, выпускаемые в Global, пользуются большим спросом не только в нашем регионе. Заказы поступают и из других областей. Много мы для разных предприятий шьем, но вот я хочу еще отметить, для группы компании Ирджи, вот костюм мы шахтера шьем, здесь тоже присутствует антистатичная нить, плотность ткани 370 грамм, и здесь вот именно светоотражающие именно полосы, которые 3М у нас, Визлайт применяется, тоже практически универсальный костюм. Костюм, конечно, такой большой сложности, я хочу сказать, и трудоемкость увеличена, вот, и я хотела бы отметить, конечно, что за счет, вот, конечно, модели, она сложная модель, шевья, конечно, уже, видите, насколько у нас качество высокое, она может изготавливать максимум 2 костюма в день, вот, за счет сложности костюма. Для нефтяников, ну, вот одна из моделей, которую вот мы отшиваем, весь NPC, это наша личная разработка, тех условий составляли совместно с их представителями, вот, и на сегодняшний день мы уже в течение 5 лет ее производим, очень хорошие отзывы, то есть имеет облегченность, здесь ткань 60 на 40, антистатик, масло-водоталкивающая пропитка, куртка как трансформер, можно весной, отстегивает утеплитель, в зимний период с утеплителем носит, отстегивает, она превращается в ветровочку. Одна из новинок сейчас, вот, у нас заказчик заказал, сейчас разработка новая, это ткань мембрана, дополнительные свойства, это при температуре где-то минус 50 градусов, спокойно выдерживает, в день где-то 3 костюма можно шить, если разделение сделать, вообще у нас кооперационно шьется, но если разделить, допустим, на бригаду, то где-то 2-3 костюма в день можно производить таких. 22 апреля Актюбинскую область посетили члены Совета деловых женщин города Нур-Султан. В рамках рабочей поездки представительницы прекрасного пола побывали на фабрике, и дали высокую оценку работе предприятия. Я впервые на этой фабрике, и даже не думала, что в Актюбе есть такая мощная производственная фабрика, которая представляет именно легкую промышленность. Ну вот мы, наверное, все знаем, что легкая промышленность в Казахстане не на таком уровне, на котором хотелось бы. И сегодня то, что я вижу, ну она достойна похвалы, и думаю, что все-таки масштабирование и масштабирование этого бизнеса возможно. Потому что вот это именно как раз этот тот пример, когда легкая промышленность востребована. Потому что мы сейчас понимаем, и многие отраслевики, именно из легкой промышленности, жалуются, что нету сырья, нету рабочей силы, что она дорогая, нету заказов. Ну вот сегодняшний пример показывает, что можно и заказы найти, можно и сырье найти, можно и рабочую силу обучить. Потому что здесь процесс налажен так, что он идет от обучения, то есть они готовят сами свои кадры. Начиная даже вот, я услышала, что есть социальный проект МИРЭМ, где они обучают девочек из детских домов, сирот. И поэтому это, ну, я прям восхищена. Совет деловых женщин по Республике Казахстан, и в частности нашей Октябрьской области, конечно, огромную роль играет в развитии женщин. Вот сейчас открылась у нас Центр развития женщин. Это колоссальные, конечно, знания, это колоссальное продвижение женщин, которые могут себе позволить обучение пройти, встать на определенный путь развития. И я, в общем-то, горжусь, что я член Совета деловых женщин. За годы работы компания удостоена многочисленных наград. В 2019 году признана победителем республиканского конкурса выставки «Лучший товар Казахстана» в номинации «Лучшие товары производственного назначения». В 2020 году стала лауреатом премии президента Республики Казахстан «Алтенцапа» в номинации «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения». В прошлом 2021 году выиграли гран-при республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Паррес». Со слов Надежды Александровны, руководство Октябрьской области прикладывает все усилия для поддержки производственной деятельности предпринимателей. «Конечно же, руководство областного Акимата очень большую роль играет в развитии предпринимательства в целом. И я хотела бы, конечно, выразить благодарность в первую очередь. И в дальнейшем мы, конечно, опять-таки делаем сейчас проекты новые сейчас, и я думаю, что в перспективе мы сейчас модернизацию делаем на предприятии. Это у нас оба автоматы будут по шаблонам работать, то есть которые могут на круглосуточный режим переходить, и у нас продукция может увеличиться в три раза, выход продукции. И более того, мы такую продукцию можем смело на экспорт отправлять. Еще у нас есть очень много-много-много перспективных проектов. Я думаю, вы позже с ними будете ознакомлены». Высокое качество, инновационные технологии, высокопрофессиональные специалисты. Это все «Глобал Спецодежда». Это была программа «Сделано в Казахстане». С вами была Анастасия Евсеева. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова